Итак, мы собираемся обсудить теорию Мандельштама Лентовича, предложенную для объяснения вот этой вот аномально большой наблюдаемой объемной вязкости, которая еще и от чистоты зависит. Идея состоит в том, что мы должны учесть релаксацию внутренних скрытых степеней свободы. И в этом смысле у нас как раз теплопроводность была полезным примером, с которого мы начали, потому что если в основных уравнениях, у нас же основные уравнения это уравнение движения, то есть закон сохранения импульса и уравнение непрерывности или закон сохранения массы. Теплопроводность у нас в иглу вошла только потому, что нам нужно было брать уравнение состояния, то есть то, как давление зависит от плотности, но учитывать, что оно не только от плотности зависит, но еще и от температуры. И вот этот вот учет нам ввел еще одну переменную в иглу. Причем с этой еще одной переменной, еще с одной степенью свободы у нас получилась интересная ситуация. У нас получилось, что при малых частотах она выпадает, мы имеем адиабатическую ситуацию, нам температуру вымыть не нужно. У нас просто зависимость давления от плотности адиабатическая. При очень больших частотах у нас тоже в некотором смысле температура снова выпадает, у нас получается изотермическая ситуация. И нам нужно просто брать зависимость давления от плотности изотермическую. То есть от температуры информации нет в двух предельных случаях, только при промежуточных частотах от нее есть какое-то влияние от этой дополнительной степени свободы. И это влияние как раз связано с тем, что в каком-то смысле у нас релаксация по ней должна. То есть при адиабатическом у нас этой релаксации вообще нет, при изотермическом она очень быстрая, но снова получается такая консервативная до некоторой степени ситуация. Так и здесь. То есть у нас получается измеряемая экспериментатором зависимость вот этой вот вроде как объемной вязкости от частоты. Она уж очень напоминает зависимость, связанную с зависимостью теплопроводности, ну вернее с эффектом теплопроводности, где у нас влияние температуры зависит от частоты. И это наводит на мысль о том, что мы должны посмотреть какие-то еще дополнительные внутренние скрытые степени свободы. Но для начала давайте небольшой разговор, проведем такое большее обсуждение. Не факт, что это настоящий механизм этих самых скрытых степеней свободы или что эта вещь актуальна, но нам хотелось бы иметь физическое понимание того, откуда вообще могут взяться скрытые степени свободы. Потому что на первый взгляд все, что мы делали, мы писали аккуратно из первых принципов. И сейчас начинать втаскивать какие-то скрытые степени свободы, это может оказаться какой-то мистификацией. Потому что как минимум какая-то физика за этими скрытыми степенями свободы должна быть. А мы на первый взгляд всю физику, которая в нашей системе есть, просто честно написали все, что можно. Ну и такой гипотетический кандидат на физическую природу данных скрытых степеней свободы может быть, например, следующий. Давайте вспомним нашу оценку для скоростей теплового движения. Ну вот эта вот часть, она больше обсуждения связана, так что я, может быть, буду быстро через формулу идти. То есть я не уверен, что это заслуживает попасть в конспект. Это просто, чтобы вы понимали, что мы здесь не занимаемся выдумками с потолка. Не втягиваем в задачу то, чего в ней не было. Еще небольшое отступление в сторону дела по поводу втягивания в систему того, чего в ней не было. Здесь в принципе, что в физике, что в математике, есть такой момент, что если у вас в задаче слишком много параметров, вы можете описать все, что угодно. И это не обязательно имеет хоть какое-то отношение к реальности или улучшить прогностические, так скажем, свойства вашей модели. То есть способность описать новые ситуации. Дело в том, что просто-напросто, ну и здесь ситуация та же. Мы заявляем, что у нас есть некоторая скрытая степень свободы. Мы втаскиваем в нашу задачу дополнительные параметры, то есть мы еще что-то сможем шевелить, а еще что-то шевеляем, ну и мы, а кто-нибудь другой сможет подогнать все, что угодно. То есть вот здесь есть такой соблазн и угроза впасть в искусственное втягивание лишних переменных, лишних параметров, с которыми вы, грубо говоря, можете сделать фитинг, чего угодно, независимо от того, насколько это отражает природу реально. Так вот, в этом смысле нужно действовать аккуратно. То есть мы не то, что втягиваем, втаскиваем в нашу задачу какие-то лишние параметры и лишние вещи, которые нам позволят сделать фитинг чего-то, а это делается все-таки, за этим есть некоторая физическая природа. Так вот, какой может быть механизм у этого дела? Если мы оценим скорости типового движения, причем, ну вот твои молекулярные, причем давайте будем смотреть именно движение вдоль одного из направлений, вдоль х. У нас на квадратичную степень, на квадратичное слогаемое гамотоняне приходится к АТ пополам. Так что отсюда мы можем среднеквадратичную скорость движения по одному направлению, по координате х, оценить. И для азота при нормальных условиях это получается приблизительно 300 метров в секунду. Теперь, если мы вспомним, что собой представляет наша звуковая волна, то есть это волна уплотнения, волна сжатия среды. И если мы имеем дело с газом, ну это, в общем, некоторая вот такая вот вещь. При этом мы можем вспомнить, что для звука при нормальных условиях скорость распространения звука 340 метров в секунду, то есть даже больше, чем вот эта вот величина. И что у нас в итоге получается, если мы рассматриваем движение частиц вдоль оси Х, у нас, ну те частицы, которые двигаются в противоположную сторону, с ними все нормально, они там навстречу вот этой вот волне плотности двигаются. А те, которые двигаются вдоль направления распространения волны плотности, у них огромная часть частиц вдоль вот этого Х, ну здесь распределение частиц по скоростям нарисовано. Если мы берем одну компоненту, это будет гауссовское распределение с вот таким вот среднеквадратичным. То есть вот для этого гауссовского распределения у нас, ну, порядка половины только частиц двигаются быстрее, чем скорость распространения звуковой волны в этом направлении. То есть они будут куда-то вперед бежать, и у нас взаимодействие там будет такое очевидное за счет стабильности. Огромная часть частиц будет не догонять эту волну даже. И как здесь будет происходить передача импульса, а у нас давление ведь связано с остановлением частиц, то есть передача импульса вот этого микроскопического движения частиц. Здесь могут быть некоторые поправки. Конечно, нам следует понимать и следует помнить про то, что все вот эти вот волны плотности и все прочее, это вещь, связанная с именно вероятностями событий, ну, то есть с количеством столкновений, ну, если про давление говорим, оно определяется количеством микроскопических столкновений в единицу времени. Ну, и в целом все эти вещи, они такие существенно среднеполевые, то есть тут на уровне индивидуальных частиц не очень часто рассматривать. Но, тем не менее, вот этот вот момент с тем, что у нас в газе какие-то частицы будут не догонять, оно будет вносить корректировку в то, как происходит взаимодействие, ну, то, как происходят транспортные процессы, как минимум, ну, в том числе передача импульса. То есть то, как здесь давление действует. Как оно будет происходить? Здесь явно не приходится говорить про какую-то равновесную ситуацию, потому что если у нас все уравнения, состояние и все прочее написано для равновесной ситуации, но говорить про равновесие в ситуации, когда у нас волна из какого-то места убегает быстрее, чем движение частиц, через которое давление передается и плотность передается, ну, понятно, что здесь ситуация как минимум неравновесная. То есть как минимум здесь неуместно говорить о локальном термодинамическом равновесии вот для этого процесса, для процесса распространения звуковой волны. Причем эта неравновесность, она не того типа, которого мы описывали нашими уравнениями, потому что в принципе распространение звука – это неравновесный процесс. Плотоводность мы вводили в нашу задачу, то есть это тоже дополнительная неравновесность. Но вот тут вот неравновесность на микроскопическом уровне, то есть мы даже на уровне микросостояния, распределения частиц по скоростям, даже на этом уровне имеем ситуацию, где необязательно у нас реализуется равновесная ситуация. Равновесное распределение скорости успевает установить соответствующие данные температуры. Здесь следует заметить, что вот это вот рассуждение «оно для газа» актуально. Для жидкости эффект будет гораздо слабее. Почему для жидкости он будет слабее? Потому что у нас частицы жидкости близко находятся друг относительно друга, и у них там вот этот потенциал взаимодействия, который вокруг частицы возникает. Соседняя частица фактически сидит всегда в этом потенциале, то есть не друг друга чувствует, и поэтому, когда мы вот эту вот частицу сдвигаем, хоть на сколько-то, она сразу уже оказывает воздействие через вот этот потенциал на окружающие частицы. Ну и в принципе очень близко добежать до них. То есть здесь у нас в каком-то смысле будет мгновенно взаимодействие передаваться, связанное со смещением вот этих вот частиц, их перераспределением. То есть волны плотности будут сразу отражаться или почти сразу отражаться на волных давлениях. Тут никаких вопросов нет, поэтому для жидкости это рассуждение будет слабо. А вот для газа у нас вот эта вот частица, свой импульс или информацию о себе передает другой частица, только когда догонит ее и столкнется с ней. И вот в этом вот смысле нам для газа важно, чтобы частицы все-таки догоняли тех, кому они давление передают, ну или куда они переносят концентрацию. Вот эта вот вещь, не обязательно именно этот момент здесь важен, не обязательно именно вот этот вот момент дает главный вклад. Именно с ним связана наша степень свободы, скрытая. Но как минимум у нас здесь есть откуда взяться неравновесности, причем неравновесности даже на микроскопическом масштабе, на молекулярном уровне. То есть той, которая входит в иглу раньше, чем все наше сплошно-средное описание будет справедливо, потому что мы наше сплошно-средное описание вводим именно, предполагая, локальную давновесность динамическую. То есть что мы можем температуру написать, что там давление может быть, теплотность и все прочее. А тут даже на более низком уровне оказалось, что возможен какой-то вопрос. Есть о чем побеспокоиться, по крайней мере. Ну, вот это вот, с этой объяснительной частью закончим. Дальше мы будем писать феноменологическую теорию. То есть мы допускаем, что скрытая степень свободы есть. Если это скрытая степень свободы, связанная вот с такой локальной, термодинамической неравновесностью, то эта степень свободы, она и будет локальной. То есть у нас релаксация должна быть в точке. Если температура проводности у нас релаксация в каком-то смысле была не локальной, то есть нам нужно было, чтобы возмущение, ну, при уплотнении, то есть вот если здесь есть сжатие, здесь растяжение, здесь температура подросла, здесь она уменьшилась. У нас релаксация, она была не локальной в пространстве. У нас температура вот отсюда должна была сюда переползать, посредством температуры проводности. Там релаксация была не локальная. А здесь же, если мы с таким механизмом не делаем, с каким-то молекулярным механизмом, то у нас релаксация должна быть локальной. То есть мы в точке сидим, и этой точке наплевать, что происходит вокруг. То есть этой точке важна только температура, давление и все прочее в этой точке, а не то, что откуда-то куда-то что-то переносится. Поэтому для вот этой вот скрытой степени свободы можно будет писать чисто локальное уравнение, уравнение в точке, без всяких там градиентов по пространству и прочего, как это было для температуры. Ну и давайте будем это делать, то есть уже приступим, собственно, к рассмотрению задачи, к построению этой феноменологической теории. Давление у нас теперь после того, как мы заподозрили наличие дополнительной скрытой степени свободы, теперь зависит не только от плотности и от температуры, но еще от вот некоторой переменной КСИ, которая характеризует вот это вот состояние внутренней степени свободы. То есть переменная КСИ описывает внутреннюю степень свободы. В принципе, их может быть, конечно, несколько, но мы не будем огородно градить и начнем с одной степени свободы. Предположим, что одна какая-то вещь доминирует, а остальное на ее фоне можно пренебречь. К какому уравнению будет подчиняться вот эта вот переменная КСИ? Мы оговорились и оговаривались уже, что у нас вот то термодинамическое описание физико-этическое, которое мы строим, оно всегда для малых градиентов, для малых отклонений от равновесия. Поэтому все наши уравнения всегда линейны по соответствующим переменам, по неоднородностям и по всему прочему. Соответственно, и для КСИ мы должны предполагать линейное поведение. Должны предполагать линейное поведение. То есть вот это вот уравнение, зависимость КСИ, ну изменение КСИ, оно с КСИ должно быть связано линейно. Кроме того, вот то, что я оговорился, у нас локальное, локальным образом себя эта степень свободы проявляет, она не интересуется градиентами, поэтому здесь никаких градиентов нет. В этом смысле мы здесь пишем самое общее, что у нас должно быть. Далее, вот это вот линейное поведение, оно может давать либо экспоненциальное затухание, либо нарастание. Понятно, нарастание быть не может. У нас все должно релаксировать к состоянию какого-то равновесия термодинамического, поэтому это у нас должна быть динамика релаксации. Так что вот этот коэффициент обзовем единица на ТАУ для вот этого КСИ, то есть минус единица на ТАУ, коэффициент для КСИ напишем. И ТАУ будет временем релаксации этой степени свободы. То есть ТАУ это некоторый материальный параметр, это время релаксации данной скрытой степени свободы. То есть вот, поэтому вот это слагаемое будет таким, вот с этой добавкой. Кроме того, вопрос, куда оно релаксировать, то есть оно уже к какому-то значению должно релаксировать, когда оно достигает какое-то значение, оно должно останавливаться. Вот это вот значение, которое оно релаксирует, это будет значение КСИ0, равновесное значение этой переменной, соответствующей скрытой степени свободы. И вот это вот равновесное значение КСИ0, оно, конечно же, зависит от состояния системы. Если мы состояние системы характеризуем плотностью и температурой, то КСИ0 должно зависеть от переменных плотностей и температур. В итоге то, что мы вот таким вот образом написали, это будет на самом деле самый общий вид уравнения для вот этой вот скрытой степени свободы. Из тех физических соображений, которые мы обсудили, мы ничего другого написать не можем. То есть у нас исключительно линейное поведение, вот то, что сделано, сказано было, и то, что отражено вот этим слагаемым минус единица на ТАУ КСИ. В чем это поведение реваксации. Далее у нас поведение исключительно локальное, то есть мы не чувствуем то, что в соседних точках происходит, поэтому здесь никаких кредиентов в пространство не вовлечено, а без них линейная вещь, возможно, только вот такая. Ну и кроме того, реваксация к чему-то, что зависит от остальных геномических параметров. Вот эта функция ксеноль, пока она не конкретизирована, она может быть чем угодно, вот в этом случае данное уравнение, оно будет просто максимально общий вид иметь, то есть, ну, именно от этого. Какой бы реальность ни была, она будет соответствовать вот этому уравнению. Какие-то просто частные варианты вот этого уравнения, частные виды зависимости ксеноликов и вот этих вот величин. Ну и раз вот эта вот штука будет зависеть от плотности и температуры, нас будет интересовать ее изменение, ну, поскольку у нас в процессе распространения звуковой волны и плотности температуры меняются, то нам нужно будет учитывать, что вот эта вот ксеноликовая будет варьирующаяся личная. То есть, мы можем написать дексиноликовая по, ну, с чем может быть связано его изменение? Это изменение плотности, то есть, производная дексиноликовая по ДРО при постоянной температуре на ДРО, плюс вот такая вот вещь дексиноликовая по ДТ при постоянной плотности на ДТ. То есть, вот ксеноликовая может измениться за счет таких величин. Что у нас тогда будет происходить с давлением? Нам ведь, по сути, по-прежнему нужно просто сообразить, как у нас давление связано с состоянием системы. Ну, потому что вот в уравнении движения, в уравнении для скорости у нас просто фигурирует градиент давления, и мы с ним разбираемся, какой он, в какой ситуации получится. То есть, вот для зависимости давления от РО, Т, и кси, то есть вот этих вот величин, к тому, что у нас было прежде, то есть прежде у нас была зависимость от плотности и от температуры, мы добавляем новое одно синее слагаемое, связанное с переменной кси, с этой степенью свободы. Здесь я хочу обратить внимание на то, что теперь производная частная ДП по ДРО, по давлению, берется не просто при постоянной температуре, а еще и при постоянной кси, то есть при зафиксированном кси. Ну, здесь домножаем на ДРО стильдой, плюс ДП по ДТ, и опять-таки при постоянной плотности, но и кси при этом тоже фиксировано, то есть в дополнительном сроке вот это вот производим. Т стильдой, ДТ стильдой, ну и плюс вот это вот ДП по ДК, взятое уже при постоянной плотности и температуре на ДС стильдой. Я бы здесь еще хотел акцентировать внимание на вот это вот в наличии кси. Те производные, которые мы здесь получили, это материальные параметры, и для данной физической системы, ну, они будут просто некоторыми коэффициентами, некоторыми константами. Но следует быть аккуратным. То, что меряет экспериментатор, это не обязательно вот такая вот производная, потому что когда экспериментатор будет мерить производное давление по плотности, при постоянной температуре, не факт, что он будет контролировать вот эту внутреннюю степень свободы. Внутренняя степень свободы кси в его эксперименте может быть, например, непостоянной, а если эксперимент происходит достаточно медленно, ну, в простом случае проще проводить медленный эксперимент, такой почти стационарный, квазистационарный. Если это кси, ну, вернее, если в эксперименте меняются очень медленно давление и все прочее, то вот это вот кси, оно, скорее всего, будет равновесным в этом эксперименте. И это означает, что экспериментатор измеряет не вот эту вот вещь, не при постоянном кси, а у него кси будет изменяться вместе с давлением. То есть он некоторую другую производную померяет, так же и здесь. То есть вот эти вот две вещи, две производные, нужно иметь в виду, что это производные вот такого типа, и это не обязательно то, что там намерят экспериментатор в простом эксперименте. Из того, что намерят экспериментатор, нам, возможно, это придется пересчитывать. Но, тем не менее, продолжаем дальше, то есть работаем вот с этим, с этой величиной. Здесь у нас есть некоторые материальные параметры. Нам просто нужно иметь в виду, что не все из этих материальных параметров может быть так легко и быстро сразу померить, но, по крайней мере, то, что мы вдруг и получим, оно все будет измеримо. Оно все будет доступно для измерения. Хоть и степень свободы скрытая, но то, что от нее себя проявляет, все то можно из эксперимента будет извлечь. И далее мы будем для кси смотреть за отклонениями от равновесного значения для равновесных РО0 и Т0. То есть вот не просто берем вот это вот кси 0 равновесное, а еще и при базовых значениях РО0 и Т0 берем. То есть само кси 0 у нас может относительно вот этой вот вещи еще и шевелиться. Ну, вот так вот. То есть вот это вот берем за базу плюс возмущение. Кси стильды. Ну, и если мы подставим вот это вот выражение в наше уравнение для кси от константы производной по времени 0, так что слева мы получим только для кси стильды по ДТ, производную кси стильды по времени. Ну, а здесь у нас вот из этого выражения кси 0 от РО0 и Т0 будет тут с плюсом, а здесь оно будет вычитаться, так что оно посокращается и останется от вот этой вот вещи, от вот этой вот зависимости только добавка. Это изменение вот этой вот кси 0 за счет изменения РО и Т. Что-то что. Ну, то есть мы пишем кси 0 вот это вот равно кси, так скажем, 0 плюс вот это вот дельта кси. Ну, вот это вот дельта кси здесь сидит. Такая вещь. То есть вот что мы в итоге получаем. Вот эта штука равна единице на ТАУ, дельта кси 0 по ДРО при постоянной температуре, рост стильды плюс дельта кси 0 по ДТ при постоянной плотности на возмущение температуры и минус си стильды. И таким образом мы на самом деле для этой нашей скрытой степени свободы уравнения написали. Мы ее эволюцию полностью описали. Материальные параметры, конечно, здесь фигурируют некоторые коэффициенты, но это просто коэффициенты. В плане того, какие у нас задачи есть переменные, мы вот этой вот вещью все описали. И с этой вещью мы теперь можем снова рассматривать наше нормальное возмущение, то есть решение, которое зависит шпенциальным образом от координаты, от времени. Таким вот. Ну и тогда производный по времени, если мы такую штуку добавляем, это будет просто минус и омега. Ну, если мы сюда подставим, вот наше выражение, ну, здесь минус и омега, то у нас на того еще домножим, здесь минус и омега тау, а с этой стороны все вот это выражение. И кси стильды. Ну, кси стильды сюда перебрасываем. У нас здесь слева тогда получится кси стильдой, ну, там минус и омега тау на кси стильды. Мы, соответственно, вот эту вот единицу минус и омега тау можем поделить и прийти вот к такому уравнению. Ну, то есть мы для такого вида решения из этого уравнения кси стильдой можем выразить через ростильды и т стильды. Это будет единица, длина на единицу минус и омега тау. И дальше скобка дексиноликовая по дро при постоянной температуре ростильды и плюс дексиноликовая по дт при постоянной плотности на т стильдой. Так что кси стильдой мы теперь знаем, как оно связано с ростильдой и т стильдой. И мы можем скармливать его в наше уравнение для давления. То есть вот у нас для вариации давления то, что было прежнее два слагаемых пус вот этого нового. Именно кси стильдой сюда просто засовываем. Мы его сюда засовываем. Что у нас при этом происходит? То есть вот если мы вспомним, что у нас было прежде, прежде у нас вот это вот слагаемое и вот это давали по вот этим вот черному слагаемому. А теперь у нас есть кси стильдой, которая помножена на вот этот вот коэффициент. Вот этот вот коэффициент здесь стоит. Производная дп под кси. И вот он здесь стоит. А дальше мы просто вот эти вот вещи с ро стоящую запихивали. То есть вот дексиноль под ро. Вот оно здесь. И на комплексный вот этот вот умножитель с омега-тау. Вот эта штука здесь. То есть вот это слагаемое, умноженное на это вот сюда попадает. И т.е. стильдой аналогично. На вот эту вот вещь по множеству. Вот это слагаемое на вот это. То есть вот таким образом у нас при наличии этой скрытой степени свободы будет теперь зависеть давление от плотности и температуры. Вот эти вот синие слагаемое добавились и у нас пока есть слагаемое. То есть у нас получается у нас получается дп стильдой равно дп под ро при постоянном т и кси плюс дп под кси при постоянном о и т. дп под ро при постоянном т. Вот это вот единица, т.е. на единицу минус и омега-т. И это все на дтро стильдой поможет. И плюс дп под дт при постоянных о и кси плюс дп под дкси при постоянных ро и т. Здесь дх0 под дт при постоянном ро. И вот эта вот штука. На дт стильдой. Ну, возня с этими задачами заставляет вспомнить правила дифференцирования сложных функций и набить на них руку. Потому что у нас здесь разная производная, то при постоянном давлении, то при постоянной температуре и т.д. То есть с этим нужно быть аккуратным. В общем, что имеем дело при дифференцировании функций в пространстве, ну, зависит от нескольких переговоров. Вот это вот вся история. Далее у нас изровнение на вестрокса было прежде получено вот такое вот выражение, связывающее скорость с возмущением давления и скоростью. Мы его записывали уже, но чтобы далеко не ходить, имеет смысл воспроизвести, но в поисках этого соотношения далеко не ходить. У нас омега в квадрате В равно К омега в квадрате деленное на 0 КВ по стильде минус и К квадрата омега на 0 КВ коэффициент версткости и на В помножить. И сейчас нам нужно вот в это вот полученное ранее уравнение просто-напросто скормить новое давление. Давление, на котором в котором учтена вот эта вот скрытая степень субботы. Когда мы это сделаем, когда мы сюда давление будем подставлять, да, сейчас, секундочку, нам будет проще записать, если мы кое-что еще вспомним. То есть наш следующий шаг это то, что мы сюда давление должны подставить, но прежде чем мы это сделаем, чтобы слишком много не писать, давайте вспомним, что пока у нас была ситуация без вот этой вот скрытой степени свободы. Что означает, что ее нет? Это означает, что у нас КСИ было равно КСИ ноликовое равновесному значению. У нас получалось вот такое вот выражение для омега в квадрате. Такое вот дисперсионное соотношение. Вот эта вот вся часть, она была связана с давлением. Вот эта вот часть, она была связана с вязкостью. А вот эта вот часть, вот эта вот вся часть, она была связана с давлением. Причем здесь в давлении вот эта вот штука, она была из сравнения из ДП по ТРО, а вот эта вот часть, она была из ДП по ДТ, то есть из изменения температуры. Вот эта вот часть, красная выгнена, это то, что было за счет плотности, изменение. зеленое это то, что за счет температуры. То есть вот если мы выражение для давления вспоминаем, какое у нас оно было, вот эта вот часть, это вот эта штука была. Ну то есть в давлении у нас вот это вот вновь приобретенное нами за счет КСИ и вот это вновь приобретенное. А прежде было только вот это и вот это. И они нам давали такую, ну в общем изотермическую скорость звука в квадрате. И вот этот вот комплекс за счет вот этой вот вещи получался. За счет того, что мы там Т подставляли и так далее. Да, здесь наверное, чтобы не забудиться. Сейчас. Да, проще написать вот это вот выражение по стильдой. Ну надо здесь будет немножко громоздкие выкладки, может быть даже не немножко, но надеюсь за деревьями мы лес по-прежнему сможем видеть. Из этих выкладок не забудем, что делаем и ничего. То есть вот у нас по стильдой, это такое выражение. Имеет смысл его записать. И оно нам вот что давало. Что у нас теперь изменится? У нас теперь вместо вот этого выражения есть вот это выражение, плюс такая добавка. Это означает, что у нас теперь будет не просто ЦТ, которое еще, которое и прежде было, а еще, ну да, вот это вот ЦТ, это вот эта вот штука есть, еще вот что прибавится. И вот это вот, там, где у нас просто на ЦТ домножалось, у тебя домножаться на ЦТ плюс вот эту вот вещь. То есть вот это вот ЦТ в квадрате плюс вот это вот выражение. Эта штука сюда просто перекочевает полностью. Выражение для омега в квадрате. То есть у нас получается омега в квадрате, это такая вот большая скобка открывается, ЦТ квадрат плюс ДП под Хи, при постоянных РО и Т, ДХИ 0 под РО при постоянном Т, и вот единица на единица минус и омега ТАЛ. Ну, скобка закрывается. Дальше мы будем с зеленым слагаемым работать. Так что плюс вот это вот слагаемое, вот то, что у нас было прежде, за счет вот этой вот вещи. А теперь у нас не только вот на эту штуку домножается, но на вот эту штуку плюс вот такое выражение, вот такой вот коэффициент. И это означает, что прежнее все, которое было вот это вот на единичку помноженное, у нас здесь будет еще, ну, то есть если мы вынесем вот это вот слагаемое, у нас здесь будет 1 плюс вот эта штука, деленная на вот это вот выражение. То есть вот что. Ну, и мы, соответственно, на это помножаем. То есть теперь не вот только на это помножаем, а на вот это вот помножаем на единицу плюс отношение вот этого слагаемого к этому. То есть вот такой вот комплекс. И вот эти вот все прежние материальные прежние коэффициенты. Там остается все неизменно. Потому что эта скрытость свободная, она у нас никак не влияет ни на связь, ну, ни на закон сохранения массы. Там уплотнение, оно просто с движением связано, с таким-то зажимающим движением вещества. И для температуры тоже. Там у нас была только температура-проводность, там никакая скрытая степенция в воду себя не появляла. Поэтому то, как т-стильдия будет связано с В, тоже не меняется. Вот у нас такое вот выражение здесь получается полностью. Ну, это все помножить на k-квадрат и минус. Вязкая слагаемость в отчетнике минус и омега k, деленное на 0. Ну, здесь z плюс 4 третьих θ. Так что вот такое вот выражение. Мы получили дисперсионное соотношение для нашей задачи с учетом внутренней степени свободы. то, как частота, связанная с волновым вектором k, с волновым числом k. Вот это вот соотношение, оно на данный момент написано без всяких приближений. То есть вот это вот выражение полностью точно. Если мы захотим точно построить зависимость частоты от k, мы этим можем воспользоваться. И если захотим точно вычислить коэффициент диссипации, мы тоже это можем сделать. Однако данное выражение достаточно громоздкое. Здесь разглядеть мало что можно. Поэтому давайте дальше его несколько упростим. Выделим, так скажем, ключевые вклады. Во-первых, мы уже оговорились, что у нас вот та аномальная объемная вязкость, которую мы как будто бы наблюдали в экспериментах, она гораздо больше обычной вязкости. Это означает, что те эффекты, которые мы сейчас хотим втащить, они на один-два порядок больше обычной вязкости. Ну и эффекты температуропроводности, они тоже были очень малы на фоне того, что мы в итоге наблюдали.